МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Акция пройдет уже в эту субботу, а вот все подробности о ней мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Екатерина Элбакидзе, эколог. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Осипов, директор Амурского филиала Всемирного фонда природы. Здравствуйте. Добрый день. И Максим Ананев, председатель движения «Патриоты Приморья». Здравствуйте, Максим. Итак, наверное, первый вопрос будет традиционным для вас. Он будет, собственно, о том, что такое «Час Земли», как он проходит, как часто. Расскажите нам, интересно, все подробности об этой замечательной акции. «Час Земли» – это акция, которая инициирована Всемирным фондом природы в 2007 году. Этот год юбилейный. Уже 10 лет простые жители Земли выражают свое отношение к проблеме использования ресурсов и рационального подхода к нашим тратам. Мы в настоящий момент потихонечку тратим то, что должны тратить только будущие поколения. Поэтому мы боимся потерять нашу планету раньше, чем это возможно по историческим причинам. «Час Земли-2017» будет юбилейным, насколько я знаю. Он пройдет уже в 10-й раз. Каких успехов удалось уже добиться благодаря этой замечательной акции? В течение 10 лет эта акция проходит в мире. С 2009 года она проходит в России. И самое главное, мы информируем достаточно большое количество людей о существующих проблемах рационального использования ресурсов. В течение целого ряда лет граждане России поддерживали нас по принятию экологически правильных и верных решений в использовании природных ресурсов нашей страны. И очень важно то, что эта акция в настоящее время в России уже живет собственной жизнью. К ней присоединилось очень много людей. И далеко не всегда мы даже знаем о тех мероприятиях, которые проходят в этот день. Люди осознали, что это некий символ, момент задуматься о будущем нашей планеты. А, например, о каких акциях вы сейчас говорите? В этом году, скажем так, мы пока знаем только то, о чем уже нам сообщали наши партнеры, либо те акции, которые мы инициировали. В прошлом году, например, мы с удивлением знали, что одно из кафе в Хабаровске провело вечер при свечах во Владивостоке. Мы прошли мероприятия, посвященные обсуждению экологической проблематики. Далеко не всегда мы об этом знаем. Очень часто в том огромном количестве городов России, которые присоединяются к этой акции, происходят самые разные мероприятия. Самое главное, что все люди объединяются одной благородной целью – сохранению нашей планеты. Очень важный момент для жителей я хочу сказать, что мы должны понимать, что в этот час мы не пытаемся сэкономить электричество. Это важный символ. Есть очень много других экологических праздников и дат. День эколога, день экологического долга, их большое количество. Но вот именно этот день, когда люди отключают свет на один час, это именно символ, чтобы мы все задумались о своем личном поведении, и о том, как мы в быту, каждый из нас относится к экологии, к окружающей среде. Я не могу не задать один вопрос, который возникает, я думаю, у наших телезрителей в том числе. Все выключают на час свет, правильно? И потом резко все его включают. Возможно, вероятно, может быть, какие-то перепады, скачки электричества. Как вы считаете? Да, это тоже очень важный момент. Энергетики каждый раз очень косо смотрят на всех людей, которые участвуют в этом части Земли, потому что через час, когда люди завершают, скажем так, свое празднование, свою активность, люди подходят к выключателям и начинают включать свет, включать электроприборы. И в этот момент, в эти стартовые токи, пиковая нагрузка, она очень большая, энергетики очень сильно жалуются. Но мы просим у них за это прощения. И мы можем сказать, что с нашей стороны это небольшая репетиция для электросетей. Ведь есть какой-то, может быть, выход из этой сложившейся ситуации. То есть не обязательно, наверное, резко все включать, правильно? Как можно поступить? Я знаю, что Екатерина предлагала какой-то выход из этой ситуации. Хотелось бы сказать несколько слов о том, что для меня большая честь стоять сегодня рядом с вами, потому что я, как неравнодушный к защите окружающей среди человек, вчера зашла на ваш сайт, поставила галочки, все как положено, посмотрела. Да, действительно, какое плачевное будущее ожидает нашу планету, если сегодня, здесь и сейчас мы с вами не задумаемся, не остановимся, не будем призывать наших уважаемых телезрителей тоже сделать немного для нашего завтра, для наших детей, для наших внуков. Мне импонируют такие люди, которые задумываются об этом сейчас, не пытаясь урвать какой-то кусочек у земли. Мы можем использовать эту древесину, отправляя ее бесконечно в Китай вагонами. Мы можем загрязнять этот воздух мусорожигательными заводами, о которых мы поговорим чуть позже, котельными и так далее, и тому подобное. Но а что же завтра? И часть земли – это прекрасный момент внести свою лепту. Каждый из вас может сделать этот мир чуточку лучше. Это не просто слова, поскольку задумываясь сегодня о завтрашнем, мы делаем его бесконечно лучше. Мое личное предложение – это я предлагаю вечер при свечах, пусть превратиться в вечер, например, каких-то историй, рассказов, воспоминаний каких-то прекрасных моментов, может быть, детства с вашей семьей и господа-дамы. Давайте не будем включать в этот вечер свет вообще. Не только на час его выключим, да, просто чтобы не было тех самых перенапряжений, скачков, о которых мы сейчас говорим. Просто продолжить действительно приятно этот вечер. Спасибо за такую высокую оценку нашей активности. Единственное, что хотелось бы добавить, возвращаясь к этому вопросу, мы консультировались с нашим единым оператором энергосистемы. И все-таки энергетики говорят, что в рамках больших балансов дальневосточной энергосистемы, либо российской, это не такая большая проблема. А вообще своих сторонников, партнеров мы всегда призываем не просто выключите свет, а это просто символ. Пойдите погуляйте на улицу, пойдите в парк, посмотрите, какая природа чудесная, ощутите, зачем мы сохраняем этот мир, почему это важно. Это символ. Время задуматься. На сайте Часа Земли, сайте акции, я имею в виду, есть информация о том, что будет в будущем, если мы не прекратим так неразумно использовать природные ресурсы. И, если честно, картина пугающая, потому что это, собственно, постапокалиптические фильмы, которые мы сегодня смотрим. И это не фантастика никакая, я правильно понимаю. Действительно, вот что может приключиться? Давайте сейчас, в общем, перечислим, какие проблемы нас ждут, если мы не начнем задумываться сегодня об этом. Если мы не начнем задумываться об этом сегодня, нас действительно ждут очень серьезные проблемы. Например, если мы будем говорить о территории Приморья, с нашей точки зрения, анализ ситуации показывает, что у нас очень серьезные ситуации с деградацией естественных лесов. Они вырубаются, они подвергаются пожарам. Мы утрачиваем места обитания тех редких видов, которыми поистине может гордиться Россия. Тигров, леопардов, дальневосточных аистов, других видов животных. Очень нарастает проблема загрязнения мусором территорий. И это мы видим и на акватории наших замечательных морей. Это мы видим и на территории вокруг города, и внутри города, к сожалению. Мы утрачиваем зеленые зоны внутри города. И все это проблемы, которые нарастают. Люди, которые живут на этой территории несколько лет, несколько десятков лет, четко могут видеть, как менялась наша среда обитания. И очень печально, когда ты выезжаешь в лес, который ты несколько лет назад видел чистым, красивым, зеленым, и в нем ты видишь мусорную свалку. Вот это как раз момент задуматься, этот момент, когда мы должны изменить свое отношение к территории как ресурсу и к остальным ресурсам, к возможности их потребления. Нельзя бесконечно использовать ресурсы даже для таких возобновимых вещей, как лес. Его ресурс не безграничен, и мы можем его просто потерять. Действительно, я абсолютно согласна с Петром, потому что приезжаешь на привычные места отдыха горожан. И, ну, казалось бы, мы сейчас будем говорить с вами об очевидных вещах. Все знают, что не нужно оставлять мусор за собой, под собой, под своими собственными ногами. Мы ведь дома так не делаем, может, конечно, кто-то делает, но это их уже выбор, да? И вот даже стоят вот эти пакеты, в которые уже все собрали, но они их оставляют, но это в лучшем случае пакеты. И вот ты видишь, как с годами твои места отдыха превращаются в повальную свалку какую-то сплошную. Почему люди это делают? Сегодня есть, по-моему, все возможности собрать это в пакет, вывести его в машине и выбросить, либо просто унести. То есть даже такие очевидные вещи, казалось бы, они не очевидны для многих. Но это уже вопрос другой, мне кажется, это лежит в сфере образования и менталитета. Почему-то, когда мы призываем жителей выйти на субботник, какая-то часть людей каждый раз выходит на наши субботники, пусть это будет там, мы чистим акваторию, либо пляжи, либо какие-то дома, скверы, парки. Одни и те же люди. Причем бывает такое, что люди приезжают на машине всей семьей из совершенно другого района. И они вместе с нами убирают. Но при этом есть совершенно другая часть людей, которые каждый день ходят на пикники. Ну, не каждый день, а каждую неделю, допустим, ходят на пикники. И оставляют вот эти свои вещи, бутылки, упаковку, пластик. И когда там многие из нас подходят к этим людям, и мы говорим, ребята, ну заберите за собой, практически всегда один и тот же ответ, что для этого есть специально обученные люди. Зачем я буду тут пачкаться? Я согласна с Максимом, вопрос идет именно об образовании. Потому что большинство людей, которые не заботятся об окружающей среде, они не думают, серьезно не думают, говоря, на наш век хватит. Но это ошибка. Ведь у них уже есть маленькие дети. И на их век, я боюсь, что чистой окружающей среды может не хватить. Не так давно, примерно год назад, я стала мамой. И стала, конечно же, искать какие-то места красивые, чистые, чтобы погулять с ребенком. И мое сердце просто разрывается, когда я вижу эти огромное количество несанкционированных свалок. То есть по дороге от города до Шамры, до Щитовой. Я понимаю, что очень сложно патрулировать эти места. Кто это будет делать по ночам? Идешь, разрушенные стены, гипсокартон и так далее, и тому подобное. Все это лежит. Скажу честно, вот у меня в душе рождается злость. И я очень хочу найти выход из этого ситуации. Очень. Потому что я для себя давно поняла, что глупо ждать, что придет какой-то дядя в чинах, да, и скажет, мы закрываем завод, мы убираем порт, мы решим все ваши проблемы. Но не будет такого. Серьезно. Все зависит от каждого из нас. Если каждый будет носить свою лепту, мир станет лучше и чище. Потому что я являюсь представителем профсоюза, например, своей организации, в которой я работаю. Да, это институт, государственные учреждения. Также я могу сказать о автомобилистах города Владивостока, представителях различных клубов города, то есть клубы различных марок, и сискраун и так далее. Эти люди, я назову их всех одним словом, активисты, активисты города. Я за них могу поручиться, что они выходят ежегодно на уборки. Они будут делать это многие-многие года. Но, что важно, человек, который вышел один раз, второй, третий, такой человек, зная, что он убирает, не будет мусорить. Это поразительно. Это и есть образование. Поэтому, пожалуйста, повсеместно, различные частные организации, госорганизации, старайтесь подталкивать своих сотрудников к выходу на субботники, на уборки. Потому что так, показывая такие примеры молодому поколению, мы и воспитаем с вами то общество, которое будет заботиться. Этот Покровский парк, который убирается ежегодно, рука просто, даже у ребенка не поднимется, что-то бросит, зная, что он видел, как люди разных возрастов, чинов и профессий убирали этот парк и делали его лучше для нас с вами. Мы же для нас самих делаем мир лучше. В том-то и дело. Это такой замкнутый круг. Если мы не начнем это делать, то никто не начнет это делать. Важно это помнить. Да, и важно начать с того, чтобы пройти и не выбросить бумажку, думая, что ты единственный ее бросишь. А если так бросит каждый, мы видим результат, к сожалению. Петр, также к вам есть вопрос. Наверняка, я думаю, вы сможете на него ответить. Зачастились случаи, например, выхода тигров из леса. Специалисты разные связывают это с разными моментами. Здесь можно предполагать пока что делать какие-то выводы. Но действительно, мы сегодня говорили про вырубку леса. Соответственно, сокращается численность копытных. Соответственно, сокращается численность пищи для хищников. Правильно я понимаю? Вот уже, наверное, первые звоночки к тому, что будет в будущем. Впоследствии я правильна? Ну, отчасти вы правы. Действительно, к сожалению, идет все-таки сокращение возможных мест обитания для наших крупных кошачьих. Но тем не менее, меры, которые принимаются государством, которые принимаются общественными организациями для сохранения этих замечательных животных, они дают свой эффект. Популяция тигра у нас в настоящий момент достаточно стабильна. Она выросла, ушла, очень далеко ушла от той критической черты, которая была в 90-е годы. Но тем не менее, вот эти молодые животные должны куда-то расселяться. И это обычная ситуация, когда молодые тигры начинают искать свое новое место обитания, свою новую территорию, и они движутся относительно хаотически. И они неминуемо могут попасть на селитивные территории, поскольку мы все больше и больше площадей занимаем под место нашей жизни. Популяция человека тоже растет. Слава богу, что на Дальнем Востоке население все-таки хоть как-то, хоть в каких-то местах сохраняется. И процесс урбанизации тоже невозможно остановить. И возникают вот эти конфликты между зверем и человеком. Наша задача ему просто помочь. Вернуть его в дикую природу. Если он сам не может найти выхода, последние случаи, которые были во Владивостоке, в Артеме это видеть нормальные, здоровые, молодые, упитанные животные, которые прекрасно себя чувствовали. Но они попали в необычную ситуацию, и не получили своевременную помощь. Конфликтная группа департамента охотнодзора Приморского края отловила этих животных, проверила их на адекватность поведения и организовала выпуск этих животных. В результате они вернулись в дикую природу. И слава богу, они получили четкую прививку. Тигр, которого выпустили на север от Владивостока, он начинал возвращаться. Как только дошел до дороги, услышал машины, он тут же развернулся и ушел в дикую природу. И это прекрасно, это нормальная, адекватная реакция зверя. Хищный зверь не идет к человеку. Человек для него враг и опасность. Он ее избегает. В норме мы можем даже не увидеть тигра рядом с собой. Это нормальное поведение хищника. Если он идет к человеку, либо это момент расселения, либо у этого тигра что-то случилось в жизни. Либо он голодает, либо он ранен, либо еще какие-то проблемы. Эти случаи тоже известны. Давайте сейчас делаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. Сейчас земли для животных это слишком мало. Мы решили, что будет целый день земли. А вообще должен быть век земли, а не час. И спасибо вам большое за вашу помощь. Кабаны на подходе. А мы продолжаем наш разговор об акции «Час земли». Сегодня напомню нашим телезрителям, кто только что к нам присоединился, что мы говорим об акции «Час земли». Мы говорим об акции «Час земли», говорим вообще в целом о защите природы, о защите городских территорий также, в том числе мусора. Я знаю, что Максим тоже хочет сейчас рассказать нам кое-что по этому поводу. Мы сегодня много говорили о дикой природе и о экологии края, но я бы хотел сказать об экологической ситуации именно в городе Владивостоке. Да, конечно, мы знаем, что у нас много экологических вызовов, скажем так, и загрязнение акватории, и потеря зеленых насаждений, загрязнение воздуха и проблема с утилизацией мусора. Я бы хотел рассказать простой пример, как мы, граждане, жители одного из районов, боремся с проблемой, которая коснулась довольно большой части города. Вы все наверняка знаете про тот самый мусоросжигательный завод, который находится на Второй речке. Мы много раз снимали передачи об этом. И я хочу сказать, что вот была эта проблема. Эта проблема касалась большого количества жителей в несколько районов. В какой-то момент мы начали писать письма-жалобы, и они ни к чему не привели. После этого мы объединились все вместе, простые обычные жители, вот те жители, о которых мы сегодня говорили, неравнодушные. И активисты, да, и люди, которым важно будущее, и важно, в каких условиях будут жить наши дети. И мы стали действовать более сплоченно, мы стали выходить на разные уровни власти, писать не совсем корректные письма, более жесткие, выходить на СМИ. И в какой-то момент нас услышали, и это все продолжалось с 2012 года. И в какой-то момент нас услышали, и у нас произошло несколько больших круглых столов и совещаний на уровне администрации города, на уровне администрации края, губернатора. И сейчас мы вышли на некоторую финальную прямую, скажем так, если это можно назвать. Сейчас мусоросжигательный завод проводит тендер на закупку фильтров, и я боюсь забегать вперед, но вроде как, если все произойдет, все юридические составляющие произойдут правильно, то в этом году мы получим как минимум фильтры, установленные на нашем мусоросжигательном заводе. И это полностью не решит, конечно же, проблему, но какую-то часть довольно важную мы сможем отсеивать, и уже будем дышать не таким пыльным воздухом. Мне кажется, это замечательный пример как раз того, как действительно обычные люди смогли добиться, я надеюсь, действительно, полношительных результатов. И когда, когда, да, в тот день, когда мы окончательно установим эти фильтры, или когда мы закроем этот завод, наконец-то, мы, конечно же, проведем большую пресс-конференцию, и я бы хотел, чтобы все жители были такими же неравнодушными. И вот своим этим примером вот этого мусоросжигательного завода я хочу показать, что надо шевелиться, надо что-то делать. Если вы ничего не делаете, то ничего и не будет. А мы вот чего-то достигаем. Надеюсь, что эта история получит продолжение. Все-таки у нас есть хорошее начало по сортировке мусора, переработке мусора. Наш город может прийти просто к этому результату. Это наша далеко идущая цель, это очень важно, но пока, к сожалению, все не так быстро. Но действительно это происходит, я хочу в защиту некоторых горожан сейчас сказать. У нас, например, в доме действительно люди раздельно выбрасывают мусор, то есть отдельно собирается пластик. Насчет стекла вот точно вам не скажу, но пластик 100%, у нас такая большая гора этих пластиковых бутылок, ее вывозят отдельно. Батареи, также батарейки, да, вот эти специальные, которые. Все это собирается, и есть действительно люди, которые это делают. И правильно сказал Максим, подытожим, да, это твое мини-выступление, хочется сказать, что действительно мы просто еще иногда, не то чтобы сами мусорим, но мы вот равнодушие, ведь это тоже плохо. Мы думаем, ну ничего не произойдет, если мы начнем это делать. Ну что мы одни, людей так много. Сегодня. Главное начать, а кто-то присоединится, и вот, пожалуйста, будет какой-то результат. Мне кажется, мы не обсудили еще один немаловажный момент. Также на сайте акции «Час земли» есть такие пункты, что нужно сделать сегодня, лично вам, да, чтобы сохранить экологию. Начни с себя опять же. Давайте, кто начнет, расскажите нам об этом. Позвольте мне. Я хотела бы рассказать на своем примере, на своем очень небольшом примере. Я уже несколько лет не смотрю телевизор, вообще не смотрю. В нашем доме он не включается. То есть тоже своеобразная экономия. Мы обязательно выключаем свет, переходя из комнаты в комнату. И еще очень многие люди... Я понимаю, что это капля в море, но если таких капель будет тысячи, пожалуйста, вы включайте из розетки, вытаскивайте зарядные устройства для ваших планшетов, телефонов, хэнфи. Это, кстати, безопасность, между прочим. Да, это безопасность, и это тоже своего рода экономия. Она небольшая, но она есть. Повторное использование воды. То есть мне очень нравится опыт зарубежных коллег-экологов, когда они, например, воду, которую моют руки, она просто перемещается в накопительный резервуар для... Санузла, вы имеете в виду, да? Замечательное слово. Я вообще не знала, как его подобрать. И прочее, прочее, прочее. Каждый может, например, вместо обычных батарей использовать аккумуляторы, которые, да, множество раз подзаряжаются, для того, чтобы не выбрасывать тут же. И, конечно же, нам очень здорово было бы что-то решить с ртутными лампами. Их количество просто пугающее. Их огромное производство. И что самое страшное, что же дальше с этой ртутью? Куда она уходит? Что происходит с ней? Она остается, господа, с нами здесь, отравляя каждого из нас. По поводу завода, мне хотелось бы просто звонить во все колокола, кричать и говорить о том, что, господа, да не касается проблема завода только второй речки. Второй речки, снеговой упади и так далее. Вещества, которые разносятся по воздуху, любой, хоть немного сведущий в этом человек, понимает, что это касается каждого жителя, каждого. Воздух не обходит кого-то из нас по месту жительства, понимаете? Страдают все районы, страдают все люди. Есть уже информация о том, что возросло количество заболеваний дыхательных путей у детей, да, вот статистика по ним, например, есть. Огромное количество раковых заболеваний в крае. Это ведь тоже не просто так. Мы все спрашиваем, откуда это? Ответ лежит на поверхности. Люди пугаются черного дыма, но дым – это не самое страшное. Самое страшное – это частицы, которые разносятся, да, и оседают и так далее. И скажу вам честно, фильтра – это лишь для временного успокоения. Мы тратим деньги на временный какой-то момент, чтобы поставить галочку. Это не решит проблемы. Мы должны искать выход для того, чтобы закрыть завод, перенести его за пределы города. Я говорю об этом абсолютно серьезно. Нужно понять это, принять это. Ни один фильтр не поможет полностью очистить. Это здорово – разделение отходов. Но готовы ли мы упразднять эти отходы раздельно? Не собираются ли они потом все вместе? И не сжигаются ли они? И не поднимаются ли они также в воздух, не загрязняя его? Господа, вот эти вопросы должен для себя обдумать каждый сегодня. К сожалению, наше время выходит. Екатерина, я думаю, это будет замечательным итогом нашей сегодняшней программы, посвященной проблемам экологии, часу Земли. И мне бы хотелось, чтобы сейчас напоследок вы пригласили горожан, может быть, даже гостей города, всех тех, кто увидит нашу программу, поучаствовать в этой замечательной и очень полезной акции. Уважаемые друзья, приглашаем вас присоединиться к акции «Час Земли» 25 марта в 20 часов 30 минут. Выключите воду, когда чистите зубы, выключите свет, когда выходите из комнаты. Эта малость поможет сохранить нашу планету. Присоединяйтесь к ВВФ и всем неравнодушны. Что ж, спасибо вам огромное за этот разговор, за то, что вы делаете. Я надеюсь, что таких, как вы, станет еще больше. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова